Итак, горячее, сытное, быстрое блюдо за 25 минут готово! Обязательно приготовьте сырные шарики, которые плавают в очень вкусной подливе из овощей. Это самое оно! Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. Хотите удивить свою семью и приготовить что-то вкусное, быстрое, сытное, аппетитное и бюджетное? Так что оставайтесь со мной, приготовим в сегодняшнем видео обед за 25 минут. Представляете, за 25 минут можно накормить всю семью очень вкусным обедом. Давайте начнем его приготовление! Итак, нам понадобятся следующие продукты. Это твердый сыр. 100 грамм. Я его натерла на мелкую терочку. Масло. 30-40 грамм. Сливочное, размягченное. 2 куриных яйца среднего размера. Подсолнечное масло. А также понадобится нам томатная паста. 1 полная столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Мука. 200 грамм. Просеянная. Куриное филе. 250-300 грамм. Из овощей понадобится морковка среднего размера, 1 крупный лук и 250 грамм шампиньонов. В принципе, можно использовать и другие овощи. Например, фасоль или что у вас там есть в холодильнике из замороженных овощей. Для начала замесим тесто. Берем глубокую миску. В ней находится твердый натертый сыр. Сюда же добавляем 2 яйца куриных, соль, буквально щепотку, всю муку высыпаем в миску и размягченное сливочное масло. И руками замешиваем тесто. Тесто я замесила. В итоге получился вот такой комочек теста. Пока его отставляем в сторону. Займемся куриным филе. Я его помыла. Теперь нарезаю кубиками среднего размера. В принципе, можно использовать любое другое мясо. Но просто филе курицы готовится очень быстро. Поэтому я его и использую. На раскаленную сковородку выливаем подсолнечное масло. И сюда же отправляем мясо. На среднем огне обжариваем мясо минут 5-7. Пока обжаривается филе, займемся овощами. Морковку нарезаем брусочками. Разрезаем ее пополам сначала. А потом на брусочки среднего размера. Выбирайте сочную свежую морковку. Так блюдо из нее получится намного вкуснее. Вот так выглядит уже нарезанная морковка. Теперь берем лучок. Нарезаем его средним кубиком. Лук выбирайте сочный, крупный. Чем больше лука, тем вкуснее получается блюдо. Мясо поменяло цвет и слегка поджарилось. К нему добавляем морковку и лучок. И еще обжариваем на среднем огне буквально 5 минут. А сейчас займемся шампиньонами. Шампиньоны я подготовила. Я их помыла и обсушила. И нарезаю средним вот таким кубиком. Если у вас мелкие шампиньоны, нарезайте их на 4 части. Морковка и лучок стали мягкими. Прошло 5 минут. И добавляем грибочки. Грибы обжариваем приблизительно 5 минут на среднем огне. Из теста формируем сырные шарики и складываем их на доску. Отщипываем буквально немножко. И делаем вот такие шарики. Со всем тестом. Приблизительно 25 шариков у вас должно получиться. Здесь у меня в графине находится 1,5 стакана воды. Вода теплая, кипяченая. Сюда, в воду, отправляем томат. Соль. И хорошо все размешиваем. Чтобы томат полностью растворился в воде. Теперь эту заливку заливаем сюда. В сковородку. Ждем минуты 2-3. Пускай вода закипит. И потом будем бросать туда сырные шарики. Содержимое кастрюли закипело. Теперь добавляем по желанию перец. Все хорошо размешиваем лопаткой. И пришел черед сырных шариков. Все шарики отправляем в кастрюлю. Кастрюлю накрываем крышкой. И на среднем огне варим еще 5, максимум 7 минут. Итак, горячее, сытное, быстрое блюдо за 25 минут готово. Обязательно приготовьте сырные шарики, которые плавают в очень вкусной подлире из овощей. Это самое оно. Самое главное, что это все очень вкусно и очень быстро. Понравился мой рецепт? Ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока.